Добрый вечер! Вот чем та ситуация, что вы бессменны в Яблоке, отличается от того, что Путин у нас тоже бессменный? И вы мне сейчас сказали, что вы опять планируете баллотироваться в президенты, а не Митрохин. То есть Митрохин абсолютно номинально поставлен как Митрохин. Председатель партии не обязан баллотироваться в президенты. Это опять вы не понимаете. Вы не понимаете, что вы будете баллотироваться только что? Председатель партии Митрохин. Это не является обязанностью председателя баллотироваться в президенты. Я баллотируюсь в президенты как гражданин Российской Федерации и член партии Яблоко, а не как председатель. Поэтому никакой бессменности нет. Почему? Я не знаю, но думаю, что поддержит. А почему она меня должна не поддержать? Мало того, я с не меньшей уверенностью говорю, что могу выиграть выборы. С не меньшей, кстати говоря, уверенностью говорю. Уж если меня моя собственная партия не поддержит, то как я буду выборы выигрывать? Вы об этом не задумывались? Посмотрите, вы даже не спрашиваете при этом, может быть Митрохина поддержит партию? Вы понимаете, что Митрохин, но это ваш персональный медик. Нет, это вы так говорите. Но это выглядит так. Это выглядит вам так, потому что вы в этом мало, извините, я к вам с огромной симпатией отношусь, мало что в этом понимаете. Хорошо, расскажите тогда как есть. Это профессия. А как есть, я вам объясняю, что тема бессменности Явлинска в данном смысле бессмысленная. Она существует только в том смысле, что я жив, к счастью. Хорошо, смотрите, Григорьев, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но как как раз человек, который ничего не понимает в политике, я вот просто как человек, который имеет свой голос и понесет его на президентских выборах, я вижу одну вещь. Вот смотрите, недавно прошел съезд коммунистической партии, и там в очередной раз председателем избран Зюганов. Прекрасно. Не так давно ЛДПР опять объявили, что опять Жириновский. То есть везде те же лица, и Явлинский, несмотря на то, что действительно есть Митрохин, и в этом смысле я и говорю, что в имени Путин, все равно все понимают, что Явлинский духовный лидер, а это Алла Явлинский. Выглядит это именно так. Слушайте, это очень детские рассуждения. Вот, простите, такие избиратели, это ваши избиратели, надо им объяснить. Это не мои избиратели, это не мои, но я готов объяснить и не моим избирателям. Значит, новые лица появляются тогда, когда есть политическая конкуренция, когда система открыта, когда есть новые политические возможности, когда есть средства массовой информации, которые открытые, публичные и которые не принадлежат отдельным кланам или государству. Понятно. Тогда появляются новые лица. К сожалению, наша политика закрытая, законсервированная и умышленно сделана так, чтобы не появлялась никакая альтернатива. Всякий ответственный политик, который несет ответственность перед своими избирателями, его долг добиваться изменения этой ситуации, для того, чтобы у страны сохранялась перспектива, чтобы она могла идти. Значит, вот моя ответственность заключается в том, чтобы до тех пор, пока альтернатива демократическая, либерально-демократическая, отсутствует, брать на себя эту ответственность, выслушивать вот такие вот вопросы и тем не менее делать эту работу. Это большая, тяжелая работа. Это не такое легкое дело, как кажется. Понятно. Собрать эти средства, стоять, получать все за это. Это очень тяжелая работа, но ее нужно делать, потому что смысл всей политики сегодня – это подготовка альтернативы к следующим выборам. Вы говорите очень верную вещь по поводу того, что действительно в этом большая задача воспитывать и находить новые лица. И в связи с этим у меня вопрос. Вот в интернете есть огромный список людей, выгнанных из яблока за последние много лет. Да, да, многих из этих людей мы все знаем, это и Навальный, и Яшин, и Котляр, и многие-многие другие бывшие члены яблока. Почему же тогда большое количество вот этих новых молодых политиков из яблока было выгнано по тем или иным причинам? Ну, потому что они никакого отношения к яблоку не имеют. Потому что это люди других взглядов, других направлений. Ну, просто складывается впечатление, когда читаешь этот длинный-длинный список, что это просто вот какие-то любые молодые, яркие, пассионарные люди, они убираются из яблока. То есть, если вы поинтересуетесь и посмотрите, что в партии там 55 тысяч человек, то вы увидите, что да, есть люди, которые не соответствуют. Мы же партия, а не проходной двор, там, не клуб, не тусовка. У нас есть политические взгляды, у нас есть принципы, у нас есть убеждения. У нас есть определенные требования с точки зрения нравственности и поведения. Эти люди не соответствуют. Эти люди не соответствуют, это люди другие. Смотрите, список там очень длинный, более, по-моему, 30 фамилий. Я слышу, слышу, что длинный, слышу, сколько? Более 10. Нет, более 30, по-моему. 30, это очень длинный список. Поэтому я не буду давать такое большое вам задание, но зовите, пожалуйста, 10 самых ярких политиков, на ваш взгляд, в сегодняшней партии яблока. Пожалуйста, я с удовольствием вам назову. Ну, вот, например, Алексей Арбатов. Да. Да? Просто называйте фамилию. А, пожалуйста. Арбатов. Вот, я вам называю. Алексей Арбатов. Сергей Иваненко. Сергей Митрохин. Кстати говоря, его я мог назвать еще даже и гораздо раньше. Ну, иди. Вот. Игорь Артемьев. А, министр, антимонопольный министр. Да, да, Борис Вишневский. Могу дальше продолжать. Да, 10. Вот, хотим. 10. Ну, хорошо, сейчас назовем 10. Алексей Яблоков. Михаил Амосов. Василий Попов. А, ну, у кого сейчас еще молодых вам назовем совсем людей. Кирилл Гончаров. Совсем молодой человек. Ну, еще 10-го вам назвать кого-нибудь. Григорий Явлинский. Хорошо, спасибо за этот список. Вот, смотрите. Вы вначале сказали о том, что Яблоко это не тусовка. Там люди нравственных принципов определенных, идеологии общей. При этом вы назвали Артемьева человека, который является антимонопольным министром. Вот, каким образом он соответствует принципам Яблока, нравственности и политики вашей партии? Всем. Член команды Курсии? Он соответствует абсолютно по всем параметрам. Потому что он делает ту работу, которую Яблоко считает для себя абсолютно программной и необходимой. То есть то, что он член команды Путина, вас не смущает? Я не знаю, что это такое член команды Путина. Министр сегодняшнего правительства. Он не министр правительства. Он член, ну, нет, как бы. Ну, так, ну, опять. Он глава федеральной антимонопольной службы. Это не правительство, кстати. Если уж формально говорить, это не член правительства. Формально, да, но мы же понимаем, что без путинского одобрения он бы не мог... Он выполняет в этом правительстве те функции, которые Яблоко считает чрезвычайно важными и существенными. Которые являются программными, базовыми для Яблока в принципе. Это создание конкуренции в России. Антимонопольная деятельность. Она является исключительно существенной и важной. До тех пор, пока он может выполнять эти функции, а выполняет он их весьма успешно, он делает важное и полезное дело. Но раньше при этом он был в ранге министра, тем не менее. Никогда не был в ранге министра. Ну ладно, это был ранг министра, все равно его должность... Нет, не было ранг министра, это был глава службы, но это не важно. Вы в правительство не пошли, а он пошел. Он пошел не в правительство. Он возглавил службу, которая является действительно чрезвычайно важной. И суть дела заключается в том, что он действительно получил значительную часть возможностей для того, чтобы реализовать содержательную политику. И он большой, очень молодец и талантливый человек. Он делает очень полезную и важную работу. А как так вышло, что Путин доверил такую важную функцию члену Яблока? Это я не знаю. А Яблока никогда за всю свою историю ничего не украла и не участвовала. Нет, у Яблока очень часто крали. И в том числе... У Яблока, ну это другая история. И в том числе я читала ваше заявление после того, как сняли вашу кандидатуру. Вы говорили о том, что все оставшиеся кандидаты это вариации Путина. Да, это так и есть. И прямо обвиняли в том, что у вас украли эту возможность. Да, правда. Как же Путин, который, собственно, ну что ж, греха таять, именно он, получается, и украл эту вашу возможность. Как же он доверил столь важную должность члену Яблока? Он доверил ее гораздо раньше. Ну, еще раз говорю. Ну, не снял человека. Ну, он не снял. Он молодец, что не снял. Думаю, что он доверил эту должность, потому что он знает, что Артемьев выполнит эту работу достаточно хорошо. Какие у него будут ограничения с точки зрения дальнейших действий? Это другой вопрос. Как вы могли заметить, при переформатировании правительства служба осталась службой. И несмотря на блестящую выполненную работу, она никуда не выросла и не продвинулась. Понятно. Видимо, ограничен потолок тем, что Артемьев не является членом Единой России, а, кстати говоря, заметьте, остался в Яблоке формально и не ушел из него. Раз уж мы заговорили об Артемьеве, я вот перед нашим интервью, я говорила, общалась со многими людьми, которые вас хорошо знают. В том числе я поговорила с моей мамой и вспомнила с ней достаточно болезненную историю, болезненную по личным соображениям для меня выборов Собчака в Санкт-Петербурге. И в том числе многие политики того времени, и моя мама еще раз подтвердила тот факт, что во многом проигрыш Собчака Яковлеву был связан с тем, что Яблоко во втором туре не поддержало Собчака. При том, что действительно у кандидата от Яблока было третье место, это был значительный вес голосов избирателей. И опять же, по словам человека, который это знает точно, моя мама, она общалась с моим отцом на эту тему, она говорит о том, что торг с Собчаком как раз шел за должность Артемьева. То есть Яблоко поставило условие, что мы поддержим Собчака, только если в будущее собчаковское правительство будет взят Артемьев. Вот хотелось бы понять, действительно так, и если это не так, то почему же все-таки Яблоко не поддержало Собчака в тот момент, когда эта помощь точно бы решила исход выборов. Собчак проиграл с минимальным отрывом от Яковлева. Если бы Яблоко было на его стороне, это был бы совсем другой риск. Да, это правда. Значит, ну сначала уточним. Думаю, что, я не знаю точно, но думаю, что таких переговоров о том, чтобы Артемьев работал с Собчаком, не было и быть не могло. Ну, об этом сказала она, Людмила Борисовна. Ну, может, мама ошиблась. Может, вы не помните просто? Нет, я этого просто могу сказать по политическим соображениям, этого быть не могло, потому что Яблоко не поддерживало Собчака в принципе. Вот в чем было дело. Оно не согласилось бы работать с Собчаком, получив за это должность. Мы так не работаем. Может, вы просто забыли эти переговоры? Вы же многое забываете? Нет, я мало что забываю. Вот. Я еще раз хочу вам точно сказать. Яблоко не могло поддержать Собчака. Я сейчас объясню почему. Точно так же, как я не мог войти в правительство Ельцина. Я не мог войти в правительство Ельцина, потому что правительство Ельцина проводило политику, которая вела Россию в направлении криминальной, коррумпированной страны. Я не хотел в этом участвовать. Понятно, да? То есть вы считаете, что Собчак тоже проводил? Теперь Собчак. Анатолий Александрович, человек, к которому у меня очень теплые личные отношения. Тем не менее, мы не могли с ним найти общий язык политический. Собчак человек был умный. И он видел, что происходит. Но он отказывался стать оппозицией к Ельцину. Когда я уже даже видел, что ему реально... Я знал, не только видел, я уже почти знал, что перед Собчаком проблема большая и угроза большая. Я говорил с ним на эти темы, и он отказывался быть в оппозиции к Ельцину. Он отказывался от этого. Вы же знаете, почему Собчак вынужден был уехать. Ведь я это видел раньше. Ведь я видел раньше, что с ним это произойдет. Что с ним это произойдет. И это было связано не лично с ним. Не лично с ним. А это было связано именно с той общей политикой, которую проводили в то время люди вокруг Бориса Николаевича. Это даже не сам Борис Николаевич сформулировал свою позицию по Собчаку. А его окружение сформулировало позицию по Собчаку. И мне это хорошо известно. И я объяснял Анатолию Александровичу, что так не пойдет. Они вас не принимают, они вас ненавидят. В том числе, потому что вы приличный человек, хотя хотите под них подстроиться и реализовывать их политику. А я не хочу реализовывать их политику и не буду реализовывать их политику. И поэтому вы приличного человека не поддержите. И поэтому, Анатолий Александрович, поскольку вы на своем знамени написали, что вы верный сторонник Ельцина, я вас поддерживать не буду. И яблоко вас поддерживать не будет. А история про переговоры по поводу должности Артемьева, она придумала. Я же вам объяснил. Все, я просто уточнил. Все, что уточнил. Спасибо, мы вернемся после рекламы. Оставайтесь с нами. Собчак живьем. Григорий Алексеевич Явлинский у нас в гостях.